Глава Коми посетил лицей для одаренных детей республики. Встречу с воспитанниками и педагогами приурочили к Международному дню защиты детей. Именно об их защите и говорили на встрече. Само значение праздника Владимир Уйба переосмыслил в 2014 году, когда Украина начала агрессию против мирного населения в Донбассе. Сегодня значение Дня защиты детей мы понимаем в полной мере. С 2014 года у меня как-то устойчивое понимание, что действительно мир очень хрупкий. И то, что в 2014 году произошло, и мы наблюдали до 2022 года, я действительно совершенно точно понимаю, что на черта, которую неразумные люди могут перейти, и там за ней война, за ней ужасы и за ней действительно опасность. И в первую очередь для детей. И вот для меня действительно сейчас этот день защиты, он для меня действительно такой полный, в полном понимании, что действительно детей надо защищать. Оказывается, есть люди, которые могут причинить зло ребенка. Вообще это, конечно, это противоестественно, это не против всех законов. То есть ребенка нельзя причинить зло никогда. А вот оказывается, можно просто взять и бросить бомбу. Во время встречи глава КОМИ выразил слова признательности педагогам и наставникам, а также всем, кто по роду своей деятельности помогает детям республики развивать таланты. В ходе беседы воспитанники лицея поинтересовались у Владимира Уйба, какой была его школьная жизнь. Спросили про любимые предметы и игры, а также, как он проводил свои каникулы. У меня вопрос. Как вы проводили 7-летние каникулы, когда были такого же возраста, как я, 14 лет? 14 лет точно совершенно. Я работал на мебельной паблике. И это была тоже, ну, это была, понятно, моя инициатива, но это было поддержано родителями. И папа меня вот устроил на эту мебельную паблику, тогда тоже по возрасту это было уже возможно. Я мог работать учеником, правда, до обеда, вот там ограничен был день рабочий. Но я уже потом, когда мастер понял, что я там никому не настучу и его не сдам, он уже мне говорил, ну, если хочешь, после обеда можешь остаться там еще в парадоксе. Но по истечению месяца, наверное, я получил первую зарплату, по тем временам я получил 36 рублей. Ну, то есть это много, потому что в то время зарплата у педагога, я думаю, учителя была рублей 70, наверное. Лицей для одаренных детей был создан в 91-м году. Учебное заведение ориентировано на углубленное обучение детей из сельской местности, проявивших способности по самым разным предметам. С 2019 года в лицее также получили возможность обучаться школьники Сыктывкара. В разные годы лицей становился лауреатом Московской международной выставки школа. Его выпускники неизменно набирают высокие баллы по ЕГЭ. За 31 год лицей-интернат закончили около 4 тысяч сельских школьников, подавляющее большинство которых поступили на бюджетной основе в высшие учебные заведения Коми и России. В завершение встречи Владимир Уйба поблагодарил ребят за интересную беседу, пожелал успехов в учебе, новых открытий и знаний.